Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48323. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Глава курорта Сергей Сергеев потребовал навести жесткий порядок в сферах благоустройства и придорожной торговли. С днем рождения четыре анапчанки получили поздравительные телеграммы от губернатора Кубани Александра Ткачева. С заданием справились, практические навыки отработали, людей спасли. Учения прошли на базе детской здравницы «Краснодарская смена». 17 мая на Анапа опустилась особенная ночь – ночь музеев. Анапа готовится к открытию курортного сезона. И мелочей в этой работе нет, заявил глава города Сергей Сергеев на воскресном объезде города. Воскресное утро для заместителей главы города и его помощников началось с объезда Анапы. Глава города Сергей Сергеев подчеркнул, что до начала курортного сезона остаются считанные дни. И для того, чтобы у гостей города сложилось впечатление о курорте, как о городе праздники, администрации города придется работать много, упорно, отказавшись от выходных и праздников для себя. Мне начинают рассказывать, там, воскресенье. Нет, все, нет воскресенья. Нет выходных и праздничных дней. У людей праздник, которые мы должны устроить. Для начала глава указал на то, что стоило бы заметить у самого здания администрации. Проржавевшие кондиционеры, урны, давно не кушаные газоны, грязные после ремонта асфальт – все это мелочи. Но из таких мелочей в самом центре города складывается впечатление о культуре хозяйствования в городе в целом. Мы в городе каким порядком навестить, с таким отношением, дорогие друзья. Учитывая, что впечатление о городе складывается у гостей уже на подъезде к Анапе, глава предложил своим замам побывать на заправочной станции Лукою, что на Анапском шоссе. Серьезное замечание, по которому он сделал две недели назад во время очередного объезда города. К сожалению, ничего здесь не изменилось. Такие же грязные колонки, все так же неработающий туалет, еще грязнее, чем был. Нарушение требования пожарной безопасности. Вот как не работало месяц назад, мы заезжали, так и не работало. Понимаете, никто ничего. Грязь. Это город-курорт. Сергей Сергеев потребовал предъявить КТСС серьезные штрафные санкции, вплоть до закрытия предприятия. Предложив посмотреть, чем живет придорожный сервис в районе Тарусино у кафе «Золотая монета», глава обратил внимание на здание с выгоревшим баннером на фасаде, призывающим купить лаваш и хлеб из тандыра. Ужасающая антисанитария внутри пекарни. Работница оказалась иностранной гражданкой, без халата, паспорта и санитарной книжки. Кафе «Золотая монета», претендующим на цивилизованное, со стены потолка свисали ласточкины гнезда. Пыль лежала на бутылках с нелицензионным алкоголем. А шашлык, похоже, отпускается здесь на глазок, ведь на весах, спрятанных под столом, хранится старая обувь. Продолжая тему культуры обслуживания, глава города предложил обратить внимание на организацию торговли у ресторана «Ковчег». Со стороны это похоже больше на стихийный базар, а не на цивилизованную работу торговых точек. Хотя, оказывается, торговать за прилавком, не устраивая караван-сарай, тоже можно и здесь. Обратил внимание глава города своих замов на отсутствие социальной рекламы на въездных трассах, а в городе на стройке с заросшей травой по улице Владимирской 144 и 148 с уродливым к тому же ограждением. У Ореховой рощи проваленная часть дороги после разрытия, потому что восстановлена наспех и как попало. По результатам объезда города вечером воскресенья в администрации состоялось совещание. Выводы по воскресному объезду глава курорта сделал, что называется, не откладывая в долгий ящик. Выразив все свои замечания на расширенном совещании. На совещание по результатам воскресного объезда были приглашены главы сельских округов, руководители федеральных ведомств и начальники управления администрацией. Кто не способен решать те задачи, которые ставит перед нами губернатор по проведению курортного сезона и в целом по развитию муниципального образования. Поскольку работать готовы все на общее дело, дальнейший разговор получился более чем предметным. Задачи подчиненным поставили заместители главы, каждый по своему направлению. Составить реестр строя, который у вас есть. Затем приглашать собственника или застройщика, руководителя. На данный объект выезжаем, даем сутки, предупреждаем по ограждению в первую очередь и санитарному состоянию. На следующий день подъезжаем, составляем административный протокол по правилам благоустройства. Объезды строек станут ежедневными, а требования городских властей навести на них порядок – безоговорочными. Объекты санаторно-курортного комплекса также подвергнутся тщательной ревизии. Внешний вид большинства из них оставляет желать лучшего. Между тем, содержать в порядке торговые павильоны, туристические информационные центры, экскурсионную бюро, их собственники должны круглый год, а не только в курортный сезон. Отдельного внимания требует ситуация с классификацией гостиниц и отелей Анапы. Скажи, что я пообещал губернатору два дня назад? Скажи всем. И Светлане Владимировне в том числе, с трибуны. Что я пообещал? Что будет принято решение, те, кто самовольно присвоил себе звездность, без аккредитации звездность, будет это снято фальшивое. И еще? Что я работу эту беру? И что эта работа берется на контроль и будет регулярно отчетность, сколько принято в новых гостиницах по аккредитации. Глава также поручил своему заместителю Яне Дуплякиной, курирующей вопросы торговли, сделать карту со всеми торговыми точками и объектами вдоль трассы. С завтрашнего дня вы мне представляете дислокацию в графическом отображении. То есть карта города-курорта Анапа и проездные трассы, гостевые наши. И все объекты, начиная от АЗС и заканчивая туалетом, платным, бесплатным, должны быть отражены. Объезд показал, что даже случайный выбор объекта выявляет массу нарушений. Во всех практически торговых объектах и объектах общественного питания у нас присутствуют грубейшие нарушения санитарного законодательства. А мы, Алексей Васильевич, предоставляем этим объектам электроэнергию без соответствующих разрешительных документов, воду без соответствующих разрешительных документов и так далее. Вот все, кто здесь присутствует, в том числе и в зале, способны влиять на эту ситуацию. Критике главы подверглась и наружная реклама в городе. То, что я вижу по рекламе, это уродство самое настоящее. Вызывает вопросы и ситуация с отсутствием в городе социальной рекламы. А ведь это эффективный инструмент государственной социальной политики, способный давать важные для молодежи ориентиры, наглядно рассказывать о достижениях в разных сферах деятельности и лучших представителях профессии. У нас за тот-то год столько-то медалистов, золотых, столько-то серебряных, информационного плана, красивые баннеры. У нас есть девочка, которая по двум предметам набрала 100 баллов. Так сделайте баннеры, напишите. Гордимся ею. Фамилии, имя, отчество напишите. И такие люди у нас есть. Алексей Харитонов определил ряд важных задач на сегодняшний день. Мониторинг. Янин Сергея Николаевич. Все разрытия, которые у нас были с прошлых лет, где яму, промониторить, ликвидировать их все. И то, что сейчас у нас есть разрытия, их на этой неделе завершить. Вот 25 мая, Сергей Николаевич, все должно быть окончено. Подводя итог к большому совещанию, глава города подчеркнул. Хотят порядка люди. Давайте его наведем. И к другим темам. Подготовка к курортному сезону подразумевает в первую очередь обеспечение всесторонней безопасности отдыхающих. По плану обеспечения пожарной безопасности детских здравниц специалисты 11-го подразделения провели практическую тренировку. Ликвидировали условное возгорание и спасли два человека. По легенде учений. Мероприятие провели дежурные караулы пяти пожарных частей и спасатели «Кубань спас». Задействовали 32 человека личного состава и 8 единиц спецтехники. Время реагирования по плану до 4 минут. Но с тушением условного пожара и спасением пострадавших специалисты справились за 3 минуты. В ходе проведения тренировки отработали виды боевого развертывания, действия по локализации и ликвидации условного пожара, способы спасения людей с применением новой пожарно-спасательной техники. В центре внимания с первых дней жизни. В Международный день семьи в Анапском роддоме состоялась торжественная выписка новорожденных. Мам и четверых малышек, появившихся на свет 15 мая, поздравили от имени краевых и городских властей и вручили счастливым семьям подарки. На выписке женский батальон. Папина дочка Даша, пока пеленали, горько плакала. Как только папа взял конверт в руки, слезы малышки высохли. Выписывали Дашу с мамой в особенный день. Праздничный. 15 мая – Международный день семей. И регистрировали рождение в роддоме, а не в отделе ЗАГС. 15 мая был Международный день семьи. Это выписка новорожденных приуроченных к этому празднику. Мы поздравляем вас с этим праздником. Желаем вашим семьям мира, благополучия, просветания. С рождением. Малышей Анапчан поздравил губернатор Кубани Александр Ткачев. От имени администрации города и края поздравительные телеграммы и подарки. Поздравляю вас от лица губернатора Краснодарского края. Позвольте вас поздравить искренне с рождением малыша. Дарья, Елизавета, Валентина и Дарина. Четыре семьи анапчан стали богаче и больше. Всех мам и пап новорожденных поздравили с двойным праздником – рождением детей в Международный день семьи. В селе Джигинка прошел День здоровья, посвященный Международному дню семьи. Врачи наиболее востребованных специальностей из больницы и поликлиники Анапы провели консультативный прием, обследовали сельских пациентов. Врачи принимали пациентов в Джигинской средней школе номер 19. Терапевты, педиатры, психологи, эндокринологи, хирург, кардиолог, лоррач и окулист. 18 специалистов провели диагностику. Медицинский осмотр жителей села Джигинка начинали с антропометрии, измерили рост, вес, артериальное давление. Пациенты сдали анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови. И вес узнала, и рост узнала, и давление узнала. Сказали, в космос могу лететь. Все за руку ведутся, без очереди стараются нас провести с антропометрией. Очередей в кабинеты специалистов практически не было, благодаря четко организованной работе. Большую помощь оказали волонтеры – студенты Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа. Врачи Анапы удивили сельчан кардиовизором. Снимали кардиограмму и сразу же выводили на экран. Галина Шишкина сравнила новшества с традиционными аппаратами. Наверное, так, не раздеваться еще не надо. Хорошая, я очень довольная. Все хорошо, девочки хорошие. Все приемы врачей, консультации, анализы бесплатные. На прием нужны только паспорт и медицинский полис. Каждый человек может выявить какую-то скрытую болезнь, если она у него есть. Вот живет человек, ничего не знает, тут раз проверился и нашел. И предотвратил дальнейшее развитие этой болезни. Впервые узнали об угрозах болезни 95 человек. Дни здоровья направлены на работу с пациентами, у которых нет времени посещать больницы. Такие мероприятия на селе зарекомендовали себя необходимой мерой профилактики заболеваний. Практика выездных приемов возобновилась по заданию главы города. Профилактика – это самое главное. Поэтому День здоровья в первую очередь направлен на профилактику, на раннее выявление заболеваний. Этот День здоровья в селе Джигинка приурочен к Международному дню семьи. На прием к врачам приходили семьями. Дети тоже прошли обследование. Я узнала свой рост и вес. Раньше я весила 20 килограммов, а сейчас 30. Осмотру у врачей прошли 184 жителя села. В рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы» третий год акции проходит в сельских округах. Следующий День здоровья пройдет в Первомайском сельском округе. Всероссийский фестиваль «Ночь музеев» в Анапе. Возможность попасть в музей в нерабочее время бесплатно и увидеть уникальное шоу. В Год культуры в «Ночь музеев» в Анапском археологическом музее провели большую экскурсию по раскопам и дали спектакль на сцене амфитеатра под открытым небом древней Горгипии. Гостей музея встретили греческим танцем. Коллектив Горгипия из Витязева в национальных нарядах анонсировал множество сюрпризов особенной ночи музеев. Наш Анапский археологический музей – один из старейших музеев Юга России. В этом году, в октябре, ему исполнится 105 лет. На что способны сотрудники музея, выяснилось позже. Пушечным залпом открыли начало большой экскурсии. Вадиму Кирсанову завидовал каждый мальчишка. Почти Прометей. За каждым движением заряда пушки гости наблюдали, затаив дыхание. Мой отец занимается этим делом, реконструкцией самого моего детства. То есть уже очень много лет. Этим он меня научил очень давно. Стреляем с пушки мы на всех выступлениях. Нервничаю. Вы знаете, как бывает стрелять, бывает не стрелять, бывает же такое. Это пушка корабельная. Это была на кораблях. То есть стреляли по кораблям, кораблей. И возле с берегов на корабле. Старт дан. На шести площадках гостей встречали древнегреческие боги. Афина, Гермес, Тихет, Дионис. У самого молодого сотрудника музея – самая наглядная площадка. Процесс виноделия и рецепт вина древнегреков раскрыли в ночь музеев. Харизматичный Гермес встретил гостей эмоционально, как и положено великому. Я Гермес, бессмертный бог Олимпа, сын Зевса, громовержца и богини Майи, Атланта, внук и прадед Одиссея. В его честь в Анапе в древности Горгипии проводили спортивные состязания, почти Олимпийские игры. На соседней площадке художником покровительствовала Афина, дочь Зевса, богиня ума, войны, наук и искусств. Я рисую. Что рисуешь? Тот угол. Немножко забора и здание музея. А почему на сегодня? Почему на эту часть? Ну, потому что сегодня ночь музея, и мне захотелось здесь рисовать. Это такая особенная ночь, когда боги оживают и проводят экскурсию. Произвели впечатление на всех гостей музея. Кто-то знал о мероприятии, пришел специально, кто-то шел мимо и откликнулся на призыв древнегреческих богов. Сегодня пришли в ночь музеев, нечаянно попали. Случайно узнали, по телевизору смотрели, в ночь музеев, пришли посмотреть, послушать. Что понравилось? Ну, пока у нас только начало осмотра, но все нравится, древность, старина, все нравится. 20 лет назад я был в Херсонесе, в Крыму. Ну, это когда в советские времена еще, когда сейчас хора может туда. У тебя открыли же, Россия стала теперь. А я была в прошлом году здесь, мне очень понравилось. Мы специально пришли, мы знали, что сегодня ночь музеев, из-за этого рискнули, думаю, проверим, работает или нет. Потому что я второй год собираюсь, а с детьми не получается. Сегодня пустили, так я очень рада. Просто по набережной шли, слышим, музыка, разговоры, зашли, просто чисто случайно. А вот где экскурсовод Валера рассказывал, он очень интересно так это, все это. Ну, еще интересно, вот здесь вот девушка рассказывала про Диметру. После встречи с богами гостей Горгипии пригласили на экскурсию в здание музея. С другой стороны – настоящий ремесленный полис. Чеканят монеты, гончар лепят глиняные кувшины, барышни ткут. Вы хотите попробовать? Садитесь. Прогулка по древнегреческому полису завершилась в амфитеатре спектаклем в духе древности, прославлением Диониса. Такой ночи музеев еще не было. Сотрудники Анапского археологического музея удивили даже искушенных. И доказали – жители современной Анапы, наследницы Древней Греции, умеют все. Это все новости на сегодня. О том, какой будет погода завтра, расскажем прямо сейчас. Партнер прогноза погоды – аптека «Апрель». Теперь аптека работает и на улице Заводской, 28. Этой весной приходите в «Апрель». Аптечная сеть «Апрель» отмечает день рождения. Весь месяц скидки, подарки и призы. Только у нас и только в мае. Купи одну упаковку «Редуксинлад» и получи вторую в подарок. «Апрель» всегда рядом. Телефон единой справочной службы – 8 800 290 01. Во вторник, 20 мая, в Анапе будет пасмурно, местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 17-19, ночью прохладнее – плюс 16. Ветер переменный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме – 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 17 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова